Почему люди, которые живут в городе, могут ехать на нормальном транспорте, а мы этого не имеем? О жителях Федоровки транспортники, кажется, забыли. Чтобы дождаться маршрутку, приходится стоять на остановке около 40 минут. Даже в морозы число микроавтобусов не увеличили. Я не могу после 8 уехать домой, потому что маршруток реально нет. 30-40 минут мы ее ждем. Она приходит полнющая, потому что едут с маминой те, которые едут до вокзала. Раньше до Федоровки ходило несколько маршруток, теперь осталась только 36-я. Но ее, по словам жителя, еще надо подождать. Чтобы сесть на другой автобус, необходимо идти около километра. Еще под мост, а потом еще гаражи проходить, и поворачиваешь направо, и остановка. И вот будешь стоять, ждать 51-го. Так она когда придет из Сосновки? Местные жители обращались с жалобами в управление транспорта. В конце ноября им пообещали, что число маршруток увеличится. Мы потом получили, в принципе, какое-то расписание, что якобы он будет ходить в вечернее время с 8 до 10. Нам даже выдавала, в принципе, первая гильдия это расписание. Но, к сожалению, так до конца они его и не, получается, исполняют. И в вечернее время проблема с транспортом осталась. В компании перевозчики заявили, во время экстремальных морозов интервалы между автобусами действительно увеличились. Но в обычные дни транспорт ходит постоянно. Водители же тоже болеют. Понимаете, как бы и машины бывают, ну, в морозы ломались, да, чуть почаще, нежели в такой обыкновенный день. И то, чтобы вот диспетчеру заменить автобус на другой автобус, это тоже время уходит. А так интервал, ну, 4, и если там пробки где-то есть, ну, 5, ну, бывает 6 минут. Если подрядчик слукавил и маршруток все-таки было мало, компании придется заплатить штраф. Возможно, в этом случае количество микроавтобусов увеличится. Жители Федоровки уверены, в поселок необходимо запустить муниципальный транспорт. Тогда и маршрутки не понадобятся. Дмитрий Бачков, Виктор Щелков, 31 канал.